Добрый день, меня зовут Алексей Бородин, я врач-отоларинголог, главный специалист сети клиник «Семейная». Я хотел сегодня поговорить об аспектах работы нашей специальности в условиях текущей эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. У нас есть преимущество в России. Это возможность использовать опыт, накопленный другими странами, потому что у нас инфекция развивается относительно позже, чем я уже даже не говорю про Китай, но и в Европе, и в Америке. У нас нет такой крайне высокой концентрации населения, как, например, в Сингапуре или на Манхэттене. У нас не принято так обниматься и целоваться при встрече знакомых, как в Средиземноморских странах. Италия, Испания, Франция. Соответственно, сегодня я буду в основном опираться на накопленный международный опыт. Естественно, у нас есть свои отечественные рекомендации, но учитывая, что они могут и меняться день ото дня, они могут и отличаться, например, от региона к региону, от медицинского учреждения одного к другому, для того, чтобы донести их до вас, есть другие специально обученные люди. Итак, я хотел коснуться четырех групп вопросов. Первое – это ведение лор-пациентов в текущей ситуации. Второе – это тактика при подозрении на коронавирусную инфекцию пациента, который у вас на приеме. Третье – это средства индивидуальной защиты врача от ларинголога. И четвертое и последнее – это плановая экстренная лор-хирургия в условиях эпидемии. Начнем с первого – это ведение лор-пациентов. Ну, во-первых, естественно, мы знаем и помним, что мы просто обязаны смотреть всех обратившихся к нам пациентов вне зависимости от того, что их привело. Но если мы обсуждаем предварительно, в каких ситуациях пациентам стоит обращаться, а в каких нет, то мы должны руководствоваться следующими принципами. Во-первых, и это основное – минимизация визитов. Чем меньше пациенты к нам будут сейчас приходить, тем лучше для них, тем лучше для нас. Каким образом это достигается? Во-первых, отмена всех плановых осмотров. Это плановые осмотры детей, это плановые осмотры беременных и тому подобное. Это не требует посещения от ларинголога всякие вульгарные насморки, обычные фаренгиты, острые респираторные вирусные инфекции. То есть те заболевания, которые не опасны и в подавляющем большинстве случаев проходят сами. К этому же относятся, я не знаю, какие-нибудь серные пробки, какая-нибудь легкая заложенность ушей и тому подобное. Далее, отказ от курса флор-процедуры. Такие пневмомассажи, продувание слуховых, трупа полицеру, промывание носа, промывание лакун небных миндалин. Ну, не говоря уже о том, что это вообще крайне сомнительно все, как это нужно. Но сейчас это не нужно уже определенным. Не требует осмотров какие-то затяжные истории, хронические заболевания. Там искривение перегородки носа, например, вазомоторные рениты и тому подобное. Также желательно стараться сокращать число контрольных осмотров. Это и контрольные осмотры по острому заболеванию. То есть если вы назначили лечение и у пациента все хорошо, то не обязательно ему обращаться до контроля. Чем меньше, тем лучше. Это и контрольные осмотры после хирургического лечения. Чем меньше, тем лучше. Отсюда следует, кто требует осмотра. Естественно, это все ургентные состояния, как всегда. Это кровотечение, травмы, инородные тела лорорганов. Сюда же фурункулы и абсцессы. Это все лорзаболевания с подозрением на осложненное течение. Это могут быть атиты с подозрением на развитие мастеидита. Это могут быть острые синуситы с подозрением на развитие осложнений. Это могут быть ангины. Да, нет ли там паратензиллита или формирующегося паратензилярного абсцесса. Естественно, это требует осмотра лоржа врачом. Отрицательная динамика заболевания. Тоже, само собой, если пациенту становится хуже, то, конечно, надо смотреть. Вероятность назначения антибактериальной терапии. Что я здесь имею в виду? Когда изначальная ситуация предполагает высокую вероятность рекомендаций антибиотиков. Например, острый отит у ребенка младше 6 месяцев. Или двусторонний отит просто у ребенка. Или высокие подозрения на стептококковый тонзиллафарингит. В этот список я еще добавил выделение из ушей. Ну, и вы сами тоже можете представить еще другие ситуации, которые однозначно осмотра требуют. При этом мы помним, что при многих острых состояниях вполне допустима ожидательная тактика. Это и острые отиты, это и острые синуситы, это тонзиллафарингиты, варингиты. То есть все эти заболевания с большой вероятностью, как мы помним, могут проходить сами. Даже если коснуться, например, острых синуситов, порядка трех четвертей случаев проходят самостоятельно без назначения антибиотикотерапии. Даже есть рекомендация, что только если у вас лицевые боли в течение недели не проходят, тогда надо обращаться к специалисту. Поэтому мы вполне можем рекомендовать выжидательную тактику. При этом, естественно, оценивая тяжесть состояния, оценивая динамику. А если ситуация позволяет терпеть, то мы спокойно можем порекомендовать симптоматическое лечение на дому. Питье, ирригация носа, например, нестероидные противовоспалительные средства. И сразу скажу, что хотя как-то колебались взгляды в процессе эпидемии, но все-таки консенсус на сегодняшний день, что парацетамол из НПВС безопаснее, чем ибупрофен. Поэтому все-таки советуют рекомендовать парацетамол. И отдельно я хотел коснуться ведения пациентов с аллергическим ринитом на фоне коронавирусной инфекции. Почему? Потому что на сегодняшний день существует опять-таки консенсус, что системные кортикостероиды назначать при коронавирусных пневмониях, при остром респираторном дистресс-синдроме нежелательно. Хотя опять-таки надо упомянуть, что некоторые группы ученых-врачей не согласны с этой точкой зрения. Но такая позиция сейчас принята. А при аллергических состояниях, с другой стороны, например, сезонном аллергическом рините, который сейчас, собственно, в самые сезоны есть, мы традиционно назначаем топические кортикостероиды интерназальные. Так вот, текущая позиция, что мы назначаем топические кортикостероиды в нос, как обычно. То есть особенность ведения пациентов с аллергическим ринитом заключается в том, что никаких особенностей сейчас нет. Это же, кстати, касается ингредиционных стероидов при бронхиальной астме, если они показаны, необходимы. С первым разделом закончили, давайте поговорим о втором. Это тактика и подозрение на коронавирусную инфекцию пациента. Классическая симптоматика какая? Лихорадка высокая, слабость, разбитость выраженная, сухой кашель, одышка, нарушение обоняния очень часто, имейте в виду. И вот, допустим, к вам пришел пациент с такими классическими жалобами, боль, может быть, даже контактировал с кем-то инфицированным, да, что выясняется при сборе анамнеза. И вы понимаете, что вот, скорее всего, у него коронавирусная инфекция. Что же надо делать? Что рекомендовать пациенту, что делать вам? Во-первых, в такой ситуации не требуется тестирование на коронавирусную инфекцию. Почему? Потому что точность тестов только порядка 70-75%. И довольно много ложно-отрицательных результатов. То есть тест вам ничего не даст, основное это клиника. Не требуется КТ органов грудной клетки, чтобы выявить признаки пневмонии по той же самой причине. Основное это клиника. Вы должны, естественно, оценить тяжественное состояние пациента. Каким образом? Это термометрия, это частота дыхательных движений. Если у него дыхательная недостаточность, то это может быть аккроционос. Самое точное, это, конечно, померить, если есть возможность, сатурацию крови кислородом СПО-2. Итак, мы видим, что, например, что пациент, несмотря на плохое самочувствие, тем не менее признаков декомпенсации дыхательной функции не дает. Что мы ему советуем? Мы ему советуем идти домой, сохранять домашний карантин. Для него лично и для всех контактных с ним. И симптоматическое лечение. В каком виде? В виде обильного питья и того же самого парацетамола, вышеупомянутого. Какие есть факторы риска? Это, во-первых, возраст и сопутствующие хронические заболевания. Это болезни, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы, легких, почек, сахарный диабет и онкологические заболевания. Тут надо упомянуть, что, опять-таки, хронические болезни печени или поджелудочной железы вроде бы никак не сказываются на течении коронавирусной инфекции. Болеют, опять-таки, не только пожилые. Болеют люди среднего возраста. Но все-таки обычно пожилые пациенты болеют сильнее, тяжелее. Когда же пациента госпитализировать? Проще всего, опять-таки, ориентироваться на уровень СПО-2. Если цифра ниже 90 у пациентов без сопутствующих заболеваний, или ниже 92 у пациентов с сопутствующими заболеваниями, это можно считать показанием госпитализации. Ну, это конкретно, а обобщенно декомпенсированное состояние. На самом деле, цифры эти 90 и 92, они относительные. От чего они зависят? От загруженности медицинской системы, стационаров в данный момент. То есть, когда, например, загруженность позволяет госпитализировать больше пациентов, мы ориентируемся на эти цифры. Чем меньше возможности у нас для стационарного лечения, тем порог этих значений опускается. Например, в мировой практике доходило до того, что ниже 85% сатурации только тогда госпитализировали. А во всех остальных случаях рекомендовали лечение на дому. И последнее. Врач после контакта с таким пациентом продолжает работать. Почему? Ну, во-первых, потому что если всех врачей контактных отправлять домой, то, собственно, врачей не останется. Работающих. Почти. А во-вторых, мы, собственно, должны пользоваться средствами индивидуальной защиты именно для того, чтобы от пациента не заразиться и остаться в строю. И таким образом мы плавно переходим к третьей части. Это средства защиты врачей в условиях эпидемии. Что мы знаем про это? Так сказать, база для наших рассуждений и рекомендаций. Во-первых, то, что инфекция высококонтагиозна. Причем высокая концентрация вируса именно в верхних дыхательных путях, с которыми врачи нашей специальности и работают. Причем тяжелые заболевания зависят от количества попавших в организм в вирусную частицу. Не будем забывать, что на данный момент неизвестны отдаленные последствия инфекции. То есть мы знаем, чем опасна острая фаза, но отдаленных наблюдений еще пока нет. Какие там происходят изменения легких, сейчас сказать невозможно. Мы, несомненно, должны учитывать, что медработники – это основная группа риска. По имеющей статистике, заболевают примерно 10% врачей. А из узких специалистов наибольший риск заражения именно у отоларингологов, поскольку мы с верхними дыхательными путями и работаем. В частности, среди всех погибших врачей, к сожалению, больше всего докторов нашей замечательной специальности. Что очень грустно, но это факт. Ну и опять-таки помним, что тяжелое течение не только у пожилых, но и у пациентов, и, соответственно, врачей, и среднего возраста. Что же мы должны делать, чтобы постараться складить вот этот неприятный исходный фон? Во-первых, все, что я сейчас буду говорить, оно относится конкретно к отоларингологам. Во-первых, мы должны вести прием в хирургическом костюме, который стирается после каждой смены. На руках не должно ничего быть надето. Любые кольца, перстни, обручальные кольца, часы, например. Ну, у меня всего этого нет, но все это мешает нормально продезинфицировать руки. Сюда же длинные ногти у женщин. Обычно красота требует жертв. Сейчас жертв требует безопасности. И вообще все надо снимать, что не подлежит стирке или дезинфекции. Вот, например, галстук. Ну, небольшое количество врачей ведет прием в галстуках, но в текущей ситуации галстук – это неправильно. В любом случае, вот, собственно, я его и снимаю. Дальше. Обязательные маски. Как минимум, обычная хирургическая маска. Надевается и носится на приеме. Тут есть несколько комментариев. Первый комментарий. Во-первых, ну, это нам с вами хорошо известно, что если маска не закрывает нос, то считайте, что она на вас не надета. Ну, сейчас я ее сниму, чтобы меня было лучше видно и слышно. Во-вторых, возникает вопрос, а как защищают вот не такие хирургические одноразовые маски, а самодельные, ну, наши классические ватно-марлевые повязки. Ну, что касается, вот, опять-таки, хороших таких бывалых четырех-восьмислойных масок, которые у нас раньше шили и сейчас делают, про них достоверной информации нет. Тонкие, двухслойные, доказано, что не только не защищают, но даже и способствуют заражению. Так что имейте, пожалуйста, это в виду. Второй момент. Гладкое бритье. Потому что, если есть щетина, то маска не примыкает плотно. Собственно, я сейчас щетину специально отпустил, потому что у меня даже был план прямо захватить с собой бритву и продемонстрировать при записи бритье, чтобы оживить выступление. Но бритву я забыл, поэтому просто скажу, вот так, как сейчас, не надо. Как сейчас у меня. Дальше. Защита глаз. Или защитные очки, или собственные очки с диоптериями, если вы их носите. Защитные очки после смены дезинфицируются, очки сделают в тремя, дома моются смыл. Шапочка. Одноразовая, которая, опять-таки, после приема выкидывается. Ну, конечно, нужно ее иметь. Перчатки. Самые обычные, хирургические, одноразовые перчатки. Тоже обязательный элемент нашей с вами индивидуальной защиты. Когда я говорил про хирургическую маску, я упомянул, что это минимум. Для отоларингологов желательно на приеме носить респиратор с фактором защиты не ниже, чем FFP2. Вот такого типа. Важный момент. Без клапана. Почему? Потому что через клапан поступает свободно наружу выдыхаемый вами воздух. И, соответственно, если вы, не дай бог, инфицированы, то вирус свободно попадает от вас на окружающих. Как правильно такой респиратор надевать? На всякий случай покажу. Кладется в одну руку, прикладывается к лицу. Резинка надевается сверху на уши. Нижняя тоже надевается вот так вот. Потом обязательно двумя руками обжимается маска по контуру носа. Двумя руками, чтобы было симметричное прилегание. И потом, опять же, двумя руками контролируется плотное прилегание. Снимаем. Еще отдельный комментарий про брутальных докторов с бородой. Обычную маску на бороду хорошо не наденешься. Существуют специализированные маски для бородатых хирургов. Во-первых, это экзотика. Во-вторых, нет данных, как она работает, насколько безопасна во время коронавирусной инфекции. Поэтому проще, гладко, опять-таки, побриться на время с бородой расстаться. Так, ну и последнее, что относится к этому разделу, это, естественно, мытье рук и обработка их дезинфицирующим раствором до и после каждого осмотра. Все, что было сказано, относится к обычным осмотрам. Но у нас есть еще инвазивные манипуляции и отдельно эндоскопическое исследование носа. Тут подход еще более строгий, потому что при эндоскопии риск распространения вируса еще больше. И вот тут уже вам нужен дополнительно к всему вирусу перечисленному одноразовую хирургический халат, лицевой щиток, обязательный уже респиратор FFP2, соответственно, видеокамера к эндоскопу, потому что когда на вас надет щиток, вы не сможете проникнуть глазом к окуляру эндоскопа, ну а при отсутствии перечисленного вообще-то лучше эндоскопию не проводить. Подумайте, нужно ли оно вам когда-то, естественно, это временно, но когда-то мы без эндоскопии обходились, может быть, лучше сейчас тоже повременить. Ну вот конкретно эта модель щитка, она не очень удобная, потому что сверху на нее не наденешь на лодный осветитель, но есть их много разных и другие более подходящие для нашей с вами работы. Ну на всякий случай продемонстрирую, выглядит вполне космическим образом. последний раздел это плановая экстренная лорхирургия в условиях эпидемии. Повторюсь, что мы знаем? Высокая контагиозность, опасность для всей операционной бригады и практически стопроцентное обсеменение воздуха операционной при использовании моторных систем, то есть шейверов и боров. Учитывая это, при экстренных операциях, которые мы должны делать, во-первых, это максимальная доступная защита для всей операционной бригады, это ограничение входа и выхода из операционной, это обязательная защита лица, это респираторы максимально доступного уровня защиты, двойные перчатки, двойной операционный халат, стерилизуемые обуви. При плановых лорооперациях, которые мы можем делать, но пациентов надо тестировать предоперационно, или это анализ на COVID-19 в предоперационном плане обследования, или это КТ-органы в грудной клетке, чтобы исключить признаки вирусной пневмонии, или и то, и другое. При положительном результате отмены операции, если такое обследование не сделано, я бы советовал тоже отмену плановой операции. Помните, что моральная ответственность за здоровье и безопасность операционной бригады лежит на хирурге, который взял пациента на плановую операцию. Защита хирурга при плановой операции опять-таки желательна, несмотря на на то, что пациент проверен, опять-таки желательно респиратор не ниже уровня защиты FFP2. Кроме того, минимизация нахождения пациента в стационаре, минимизация количества послеоперационных осмотров и запрет на посещение стационаря. Это сейчас актуально и обоснованно. Ну вот, пожалуй, все основное, что я хотел сегодня рассказать. И берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok